Привет! Мы группа Кремсода. Дима, Илья, и мы наставники Levi's Music Project в этом году. Это проект, к которому может присоединиться каждый. Мы запускаем второй блок про написание песен, про музыкальный продакшен. Вас ждет теория и практика. Мы будем вашими музыкальными наставниками и будем прокачивать скилл вместе. Так что присоединяйтесь к группе проекта ВКонтакте и будьте на одной волне с теми, кто также горит музыкой. Во втором блоке, который будет посвящен музыкальному продакшену и написанию песен, мы с преподавателями расскажем вам про то, как превратить набросок в готовый трек, почему важно работать с ритмом, как саунд-дизайн влияет на восприятие песни и как в домашних условиях сделать трек, который будет звучать профессионально. Мы в основном работаем дома в студии. Нам нужно, чтобы был комфорт, когда ты позавтракал и сразу плетешься на студию. Либо мы выезжаем в загородный дом на месяц, на два и пишем там альбом. Ты приезжаешь туда, ходишь босиком, по траве, до речки, коммуницируешь с продавщицами в магазине, которые тебя уже знают, спрашивают, ну как там, что написал еще и ноут. И говоришь, да блин, сегодня как-то тут нет отдохновения. Ну вообще, тогда надо мороженое купить. Мороженое ты покупаешь, и это действительно работает. Треки, которые создают музыканты, проходят разные стадии. Иногда это целые годы. И сегодня мы вам хотим показать, какие стадии проходил наш новый релиз, который называется «Подожгу». Суть в том, что когда так долго трек в работе, ты уже теряешь вот это настроение первоначальное, которое ты вкладывал туда, и уже не понимаешь, как его, типа, у тебя изменились все векторы, тебе не нравится то, что звучало раньше. Ну не супер. Ну не супер. Да, но неплохо же равно хорошо. Следующая версия уже ближе к июлю какому-нибудь или июню. Это большой фьюжн на диско-основе, но с примесью EB музыки, с примесью транса, с примесью хаоса. Давайте разберем бас. Здесь у нас три слоя. Вот этот самый глухой, это просто атака, грубо говоря, в басе, чтобы он был с щелчком. Она нужна для точки, точка соприкосновения с киком, чтобы в миксе все это звучало сочно. Дальше вы не поверите, тут у нас стандартный фейловский плагин DX10. Он отвечает за саб. Тоже у него есть небольшая атака, но не такая. Можно накрутить что-то, что-то подправить. Чаще всего просто тут очень много пресетов, просто сидишь, копаешься и что-то находишь подходящее. В барабанах. Можете срезать все, что угодно, откуда угодно. Никто вам за это ничего не предъявит. Понравилась бочка, просто срезайте, если она классно звучит, и используйте ее в своих треках. Семплинг, он может быть и не такой, как в хип-хопе, где ты вырезаешь пол трека и вставляешь. Ты можешь прям микроскопические штуки вставлять, и это всегда прикольно. Да, и они будут звучать просто кристально нужно для этого трека. Низ бочки, это тоже, здесь подписано 707 ELLA. Снейр тоже из двух частей состоит. Здесь такой полуклэповый, какой-то металлический. Суть трека, чтобы он не надоедал, кроется вот в этих графиках автоматизации. Раскрытие изменения звука в треке, оно как раз и приводит к какому-то нескучному, уникальному звучанию. Даже в структуре, наверное, в первую очередь в структуре. Тут есть всякие модулярные немножко сэмплы, которые никто никогда в треке не услышит, но они тут будут для меня лично. Они прибавляют нойзовости, гличевости какой-то. А кто знал, что это в треке есть? Никто не знал, блин. Никто не узнает. Без практики нет теории, и без теории нет практики. И мы предлагаем вам челлендж, на выполнение которого у вас есть две недели. Самые известные артисты начинали свой путь у себя в bedroom studio. Это то есть свои комнаты, спальни. В эпоху ковид домашние студии приобрели совершенно новый статус. И мы предлагаем вам следующий челлендж. Запишите видео о том, как вы пишете нетипичный для себя трек. Экспериментируйте с новыми инструментами, пробуйте новые техники и покажите, как вы это сделали нам на видео. Качество и жанр абсолютно не важны. Покажите, главное, свой стиль и свои особенности. Самые экспериментальные и креативные работы мы оценим и дадим фидбэк артистам. За подробностями следите в группе проекта ВКонтакте. И да пребудет с вами сила.